Друзья, привет! Я сегодня к вам пришла с окончанием моей читательской недели, которую в прошлый раз я бросила на полпути, потому что материала наснимала много, что-то выбрасывать было жалко, и я разделила читательскую неделю на две части. В этом выпуске будет несколько почтовых книг, которые я прочитала в этой неделе чтения. Мы сходим с вами в библиотеку. В конце расскажу про книгу, которую я упоминала в начале этой недели чтения в прошлом видео. Напомню, что гидом в читательской неделе нам служил отрывной календарь Бадди, который я получила от Алисы Демы. И за то время, пока я это видео готовила, несколько листочков из календаря, которые я вам показывала, каким-то образом аукнулись мне в повседневной жизни, пусть даже и не в тот день, когда они в календаре появились. Например, я показывала, тут даже две подряд были странички про то, чтобы пришло что-то новое, надо избавиться от старого. В какой-то момент это у меня кликнуло, вдохновило меня на разбор ненужных вещей, каких-то углов, в которых я давно не перебирала вещи, целую кучу косметики выбросила, которая уже свой срок отслужила и так далее. И это было очень удовлетворительно. И постфактум только я заметила, что это как-то было связано с календарем. Мне нравится, как он как будто бы разбрасывает семечки каких-то продуктивных идей в моей жизни. И через несколько дней, может быть, в течение недели они так или иначе прорастают. Дальше здесь был такой пункт. 19 января, пятница. Ничто так не развивает ум, как путешествие. Я действительно совершила на этой неделе путешествие. Не слишком далеко я уплыла, потому что это была камера сенсорной депривации, флотинг так называемый. Давным-давно, почти год назад, подруга мне подарила сертификат на этот флотинг. Это оказался очень такой интересный опыт. Там закрытая камера, такой типа куб из плотного пластика, немножко космичного вида. В нем неглубокий бассейн. На сантиметров 30, может быть, он наполнен теплой водой, которая приближается к температуре тела. Этой водой из себя представляет сильный солевой раствор. Ты в нем не тонешь, а как на мертвом море вот лежишь. Я не касалась дна этого небольшого бассейна, а лежала полностью в этой воде на протяжении какого-то времени. Сначала там сверкали звездочки на потолке, играла музыка. Потом свет выключили, музыку я и так не слышала, потому что вот так вот уши были закрыты водой. Ну и предполагалось, что там я должна расслабиться как-то. Может быть, погрузиться в сон, как многие делают. Я вроде бы и расслабилась физически, но я не заснула. И в какой-то момент мне стало где-то щипать в глазах, там еще попадать в глаза стали капельки. Я не лежала спокойно, я стала отталкиваться от одного бортика. А когда я прибивалась к противоположному, я от него отталкивалась и вот так вот по этому кубу плавала. Это был очень интересный, занятный опыт. Среди зимы погрузиться в воду, да еще в такой вот странной обстановке необычной. Но я очень рада, что я себе это новое впечатление доставила. Не могу сказать, что я прям стала фанатом флотинга, но тем не менее, такой опыт как раз на эту неделю пришелся. И было интересно поделиться им в том числе. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте устроим небольшую почтовую пятиминутку. Дело в том, что я продлевала летом свой абонентский ящик, но с лета мне ничегошеньки не приходило. Я думала, что мне никто не пишет на абонентский ящик. А потом достоверно узнала, что как минимум две открытки Ира мне прислала. Мы с Ирой познакомились на почве книжного блогинга и трех вот таких книг, которые она мне дала почитать. Я их уже показывала. В своих видео книги не просто в абистолярном жанре, но воспроизводящие и внешний вид открыток и писем, которыми герои обмениваются. Благо, эти открытки и письма очень креативно выглядят. И Ира, она увлекается посткроссингом. Она, кроме того, библиотекарь с недавних пор. И у нее есть посткроссерский видеоблог. И вот, вот эту открытку. Девушки, приезжайте к нам на целену нечитанных книг. Такое воспроизведение советской открытки. Я увидела эту открытку в видео у Иры, где она показывала, как можно красиво оформлять, например, вот такими полупрозрачными текстовыделителями разных цветов. Можно разные сегменты текста выделять, и так очень он красиво смотрится. Зачем нужна психотерапия, если есть книги? Такая марка, видите, с космонавтом. Интересная, круглая. В общем, Ира мне сказала, что я тебе на абонентский ящик отправила открытку. Но она не приходила. Я думаю, ну одна может потеряться, но две нет. И тогда я, наконец-то, представляете, прошло полгода, я наконец-то дошла до своей почты с вопросом, что за дела. И оказалось, что какая-то путаница действительно произошла. Они не поняли, что ли, что я продлила абонентский ящик. Но все-таки где-то открытки копились. И вот смотрите, из Рыбинска открытка пришла. Это открытка от Вера. Наверное, это Вера, которая ведет книжный блог. Любите книги? А, да, это точно Вера, потому что она про полумарафон пишет. Финишировала с личным рекордом на 21,1 километр. В жару Рыбинск Вера хвалит. И в Ярославскую область вроде как нас с вами заманивает. Видите, тут такие достопримечательности Рыбинска представлены. Дальше. Вот такая открытка давно, видимо, лежала в абонентском ящике. Это, похоже, Питер. Чайки на льду, канал, мост. Такие характерные дома. Посмотрим. Вот Анна из Петербурга. Очень люблю ваш блог. Точнее, оба два. Вы вдохновляете и успокаиваете. И так у вас все красиво. Анна, спасибо, как мне приятно получить. Давайте посмотрим, когда она пришла. 29.07. То есть летом пришла эта открытка, но до меня она не дошла до сих пор. А теперь как я рада с ней встретиться. Еще одна открытка, вот такая симпатичная. Вот Наталья из канала Натали Белл. Привет. Спасибо, что организовала обмен открытками. Давно мечтала в таком поучаствовать. В то время, как Наталья отправляла 27 рублей. Здесь марк на 27 рублей. Столько стоило письмо. Не просто бывает найти, сколько открытки стоят. Потому что они на сайте почты где-то вот запрятаны. Не там, где другие тарифы. Но открытка тогда стоила 19 рублей. Сейчас открытка стоит 20 рублей, а письмо 29. Имейте в виду. Вот эта чудесная открытка мне пришла от Екатерины. Это новогоднее поздравление. Пожелание интересного полного красок Нового года. Мне очень нравится вот такая картинка. Это благотворительная открытка 10-летнего мальчика Вовы Полуяна. Мне нравится стиль, который здесь выбран. Такое минималистичное изображение зимы. И посмотрите, как она бьется с открыткой, которую мне прислала Маша в своей недавней японской посылке. Что-то есть общее, и мне они обе нравятся. Вот это вот от Маши с канала Кухонный Филолог. Такая красивая, фантазийная девица с шикарными волосами. Лунная девица. Мне нравится. Здесь марка новогодняя. Я была уверена, что тарифы повышают с наступлением Нового года. А Почта Россия где-то осенью повысила. Я этого не заметила. И много открыток отправляла за 19 рублей. Рубль не доклеивая. Возможно, они не доходили. И это очень жаль. Ну и в адвент-календаре я всем положила такое задание. Красивые открытки и марки новогодние. Но только они были на 19 рублей. Надеюсь, люди сообразили. По крайней мере, у Айшат я распаковку адвент-календаря своего смотрела. И она, конечно же, проверила. И знала, что нужно доклеивать. Посмотрите, каких чудесных мумитролей. Перепевку на тему мумитролей прислала мне Эмилия. Этих мумитролей нарисовала Ирина Киан, ставшая автором новогодней марки 2023-2024 года. Здесь наклеена марка с хрюшей из передачи «Спокойной ночи, малыши». И специальное огошение, которое было в первый день премьеры этой марки 8 декабря 2023 года. Эмилия увлекается посткроссингом, поэтому она следит за такими фишечками всякими. Это она мне рассказала про Ирину Киан, что Снегиря она нарисовала. И уже у меня такая была открытка. Ирина Киан в промо-мумитроле. Здесь вот зимняя версия. Посмотрите, вот еще что. Я человек счастливый, но кое-чем недовольный. Федор Достоевский с топориком идет. Эту открытку прислала Екатерина. Вот Екатерина, которая отправила вот эту новогоднюю открытку. Мы с дочкой часто ходим в библиотеку, берем детские детективы. И оказалось, что у библиотеки есть свой мерч. И вот Екатерина решила со мной поделиться. Отправила, смотрите, 29 декабря. Такую классную открытку, мерч библиотеки имени Светлова. Эту открытку мне прислала Айшат. Новогодняя открыточка, в которой вот эта вот дамочка остается в кресле, как видите. Вот так вот красиво Айшат оформила открытку. Вот тут наклейка и специальный такой воши-тейп. И наклейка в виде марки такая симпатичная. Это открытка от Лены с канала Корешок и Форзац. Классный московский стикер. Посмотрите, это же Кремль. И такая же башня вот здесь, в снежном шаре. Еще одна открытка от Кристины из Петербурга ко мне приехала. Такой приятной бумаги шершавой. Очень стильная открытка из подписных изданий. Самые добрые пожелания и надежды на встречу. Я тоже надеюсь, что все-таки доеду я до Петербурга. И с Кристиной мы повстречаемся, в частности. Потому что уже много лет мы не виделись с моей подругой. А это чистая открытка. Ее мне прислала Маша. Она в русском музее увидела Сурикова. А это известная картина Сурикова. Взятие снежного городка. И здесь есть фрагменты, где сани укрыты характерным таким тюменским ковром. Яркие цветы на черном фоне. Такие махровые ковры ручного кустарного производства. Продавались на ярмарках по всей России. Широко использовались для утепления саней. Поэтому в Тюмени эту картину знают и любят. Именно из-за того, что здесь вот наше такое культурное достояние изображено. Это тоже пустая открытка. Я ее нашла недавно в книжке Гаранс Доре. Это школа йоги Мудра, которую я очень люблю. Делала такую коллаборацию с художницей Охника-Ника. Мне нравится эта серия. Здесь написано «Подружка, пойдем на йогу». И две такие подружки. Хотела одной своей подружке такое подарить. Я тогда этого не сделала, потому что сама ее очень любила. Мне было жалко расставаться. А теперь уже все. Она мне навсегда осталась. Но я ее люблю. Саму по себе уже и теперь как память. И хотела еще показать вам читательский дневник. Я вообще-то не планировала заводить читательский дневник. Я такие дневники в несколько книжных боксов положила. В первую очередь это были книжные боксы по мумитролям. И такие симпатичные читательские дневники с мумитролями. Потом я купила детям своим читательские дневники с корги. И как-то увлеклась этой темой. И купила один вот такой взрослый под мрамор. Тоже для одной книжной мистери-бокса. Секретной коробки. Но сюда капнул кофе. Вот видите, серфинг написано. Это тоже из кофейни как раз наклейка. Сюда капнул кофе. Уже ни в какой бокс это нельзя положить. Пришлось там заменить. А эту оставила себе. Думаю, ну ладно, значит мне судьба тоже попробовать ввести читательский дневник. Всем оставаться на своих листах. Это оглавление. Такую наклейку я получила вместе со своей кочующей тетрадью. От кого-то из девчонок. Так это был сет стикеров от Бук-24 книжного магазина. Книги, которые я собираюсь прочитать. Очень скромный список. Часть даже карандашом написана. Потому что я собираюсь их почитать. Не значит, что я непременно их в этом году почитаю. Но здесь вот самое-самое. Сливки-сливок. Вирджиния Вульф на маяк. Волны Орландо. Арис Мёрдок. Море-море. Эми Липтрофт. Выгон. Оливия Лэнг. Крике. Дона Тарт. Таинственная история. Дослушать хочу. Сильвая Плат под стеклянным колпаком. Франсуаза Саган. Немного солнца в холодной воде. Последовательно они идут. Может, они такие про депрессию. Майкл Каингем. Снежная королева. Надо достать ее. Сейчас же вот пока снега. Умерто Эко. Пламя царицы Луаны. Патти Смит. Просто дети. Вив Гроскоп. Прощай гроздь. И первые две записи в моем дневничке. Это Король Фив. Я должна тебе кое-что сказать. Показывала ее вторая чепта-тег в декабре. В Москве мне ее подарила Надя Интеллигентская Гада. Здесь нарисую сюжет из книги. Это такая странная картинка. Она здесь главная героиня была в таком психотичном состоянии. И она очень сильно накрасилась синими чернилами. Надела чужое платье. Надела чужой парик. И поэтому она здесь так страшновато выглядит. Но она сама себя напугала в этот момент. Вот она писательница. Потом держит книжку. Пишет книжку. Такая иллюстрация. А вторая книга это... Ой. Это была, видимо, вторая книга. А первая книга это события о Нейерном. Ну и здесь такие непролитые женские слезы. И эмбрион нарисован. Потому что речь идет о подпольном аборте в каком-то 58-м году. Во Франции они были забрещены. Но женщина это не останавливала. И очень живо они рассказывают, почему. Что именно двигало этой главной героини. Очень понятно становится, что там у нее на душе происходит. Здесь, конечно, такие своеобразные главы. Ну, я решила для прикола попробовать повести. Смотрите, когда начала читать, когда закончила, оценка книги, название, автор, жанр, количество страниц, главный герой, сюжет, основная мысль, мои мысли, цитаты, нарисую сюжеты с книги. Я не сильно следую этому плану. И просто пишу все, что мне необходимо на память записать, все, что показалось важным. Но иногда могу и цитату выписать. Ну и видите, как упражняюсь в рисовании тоже. Такие дела. С тех пор у меня тут произошла еще какая-то любопытная почта. Например, я получила открытку со Стамбульской библиотекой. Калифа Абдулмиджида. Эту открытку мне прислала из Казахстана. Осель. Осель, спасибо большое. Открытка долетела благополучно. Получила открытку от Кристины. Она из Петербурга ездила в Тверь. Оттуда мне прислала открыточку. Замечательное письмо получила от Маши с канала Кухонный Филолог. Я отправляла Маше посылку. Мы с ней так обменивались разными посланиями книжными. И в том числе им с сыном отправила конверт с новогодней маркой и предложением написать письмо другу. И вот мне этот конверт же и прилетел. Маша, спасибо тебе. Вчера я открыла календарь, но не сняла ничего. Ничто так не развивает ум, как путешествие. Эмиль Золя. Мне тут как раз пришло сообщение про то, что йога-тур у нас будет в этом году не в Турции, а в Кисловодске. Вот я сейчас пытаюсь с этой мыслью примириться и понять, поеду я в это путешествие. Или, может быть, в какое-то другое. Какое-то другое себе организую. А 20 января сегодня. Время прогуляться с друзьями. Это очень кстати, потому что мы приглашены в гости к друзьям. С ними повстречаемся. Ну, не знаю, удастся ли прогуляться, потому что дома вечеринка назначена. Но, тем не менее, друзья в кадре появятся. Субтитры подогнал «Симон» 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 Сегодня Бадди говорит мне «Обнимай, согревай, чувствую». Очевидно, обниматься и согреваться. Я сегодня поеду на встречу тюменских посткроссеров. Это девчонки, которые увлекаются обменом открытками. Меня туда пригласила Ира. В прошлый раз она мне дала почитать три своей драгоценной книжки, которые ей прислал ее корреспондент из Соединенных Штатов. Они обменивались открытками. И он подарил ей три книги, написанные и нарисованные Ником Бантоком. Они представляют из себя переписку двух людей, живущих в разных концах света, связанных с какой-то необъяснимой телепатической связью. Они художники, они вдохновенные люди. Он живет в Лондоне, она на острове в Тихом океане. Ее зовут Сабина, а его зовут Гриффин. У него есть собственный лейбл открыточный, вот это его знак. Они обмениваются письмами и открытками. И вот так вот на расстоянии друг в друга влюбляются. Они пытаются объяснить телепатическую связь, которая между ними возникает. Я как-то рассказывала в прочитанном и листала подробно первую книжку, которую я прочитала еще осенью, когда мне Ира эти книги дала. А сегодня, буквально перед встречей, я дотянула до последнего, но прочитала и две других книги, благо они небольшие. В первой книге им не удается встретиться. И даже возникает мысль, что Гриффин сумасшедший. Ему все это кажется, и он сам себе пишет открытки от имени какого-то воображаемого персонажа. Во второй книге он отправляется в путешествие. Он едет в Грецию, он едет в Египет, он едет во Флоренцию. И продолжает поддерживать переписку. Сабиной, которая живет в его студии в Лондоне. Но когда он возвращается, ее там не оказывается. И даже они обнаруживают в своих посланиях, снова обменявшись открытками, что одну неделю они как будто бы были в одном месте, но друг друга не видели. Она оставалась как будто бы в его студии, а он не приехал. А он приехал в свою студию, а ее там как будто бы нет. Что это за связь? Возможно, мы узнаем в третьей книге. Ну, в третьей книге сделаю вам спойлер. Ничего толком не объясняется, хотя какие-то волшебные идеи, может быть, появляются. Версия появляется некий злодей, который угрожает их благополучию. Какой-то медицинский как будто бы журналист, следующий телепатию. Он настаивает, чтобы Сабина ему показала их переписку, хочет сделать из них журналистскую историю. И это становится, наверное, последней каплей, заставляющей их снова осмелиться встретиться. На этот раз не у кого-то из них дома, потому что одним из пунктов путешествия Гриффина был остров, где живет Сабина. Но там он чуть не погиб, чуть не утонул. В конце третьей книги они решают встретиться на нейтральной территории, в Александрии, в Египте. Но потом исчезают. Но как будто бы у них родился ребенок. Где-то, я уж не знаю, в каком третьем пространстве. И, не знаю, может, я что-то еще не поняла из последнего. Может быть, здесь есть более четкое объяснение. Для меня оно осталось туманным. Но я только поняла, что они где-то в третьем месте оказались и родили там ребеночка. То есть, они счастливо воссоединились. Это, конечно, очень поэтичная история. Наверное, не стоит от нее ждать какой-то связности. Ну, и это очень большое вдохновение для людей, которые любят писать письма. Для себя некоторые идеи беру на будущее. Например, вот смотрите. Открытка оформлена при помощи старых гашеных марок. Сверху сделана аппликация. И очень часто герои этой книжки марку лепят на лицевую сторону открытки. Дальше мне очень нравится то, что Гриффин часть своих писем печатает на печатной машинке. Что осенью, когда я впервые знакомилась с этими книгами, что сейчас, у меня возникает такой соблазн купить старую печатную машинку и на ней свою почту печатать. В детстве у нас была дома печатная машинка, и я на ней довольно лихо печатала всякие рефераты. В то время, как все мои сверстники еще писали их от руки, потому что компьютеры и принтеры вообще были там супер единиц. Дальше, конечно, очень интересно всегда разглядывать коллажи, которые из себя представляют многие из этих открыток. Наслоение, вот это карта города, какие-то рисуночки, все это наслоено на существующую открытку. Раньше мы таким увлекались с друзьями, и на это шли самые такие некрутые открытки, старые пейзажи, советские, непривлекательные для сегодняшнего глаза, для сегодняшнего потребителя, привыкшего к ярким, глянцевым картинкам. Вот для коллажей и каких-то таких изобретений очень годятся как раз старые открытки, на которые сверху можно наслаивать еще какие-то изображения. Это очень меня вдохновляет, я когда эти книжки читаю, хочется тоже что-нибудь такое, вернуться к такому творчеству, которое когда-то мне тоже очень нравилось. Ну и возьму вас тоже навстречу посткроссеров. Здравствуйте, сегодня я не буду много с собой брать открыток, потому что слишком много информации у меня мозг не выдерживает, но я хочу одной своей корреспондентке, Эмилии, подписать открытку, чтобы девчонки, все, кто придут на встречу посткроссеров, поставили свои печати, потому что Эмилия часто мне присылает открытки, на которых отметились ее друзья посткроссеры, и хочу тоже ей такое сделать ответное послание. Поскольку я знаю, что Алиса Дема, сделавшая этот календарь Бадди, тоже увлекается посткроссингом, открытками, я уверена была, и вот видите, нашла. Я уверена, что здесь есть не одна страничка, посвященная открыткам или перепискам. Вот одну я прямо при вас нашла, ну и думаю, что там еще что-нибудь найдется открыточное, потому что в чате я постоянно вижу, что девчонки показывают, какие открытки они получили, и это такая регулярная тема, возникающая в чате. Полистаю еще немножко для вас календарь Бадди. Алиса, подарившая мне этот календарь, сказала, что даже возможно сделает промокод, пока вот она мне его не прислала, но надеюсь, что к тому моменту, когда я доделаю эту неделю чтения, промокодик все-таки появится, на случай, если вы решите тоже присоединиться к этому годовому приключению. Ну и приятно было услышать, что Алиса уже планирует на следующий год тоже отрывной календарь. Будем верить в то, что выйдет Бадди 2025, а мы с вами можем наслаждаться Бадди 2024. Вот такую я открытку выбрала для Эмилии, не стала уже выбирать зимние открытки, а что-то такое уютное, нейтральное, даже на весну намекающее. Такая типичная девчонка, увлеченная посткроссингом, сидит, да, у нее здесь ящик для почты, что-то она от руки пишет, оформляет. Я выбрала вот такие марки, шишки, картина шишкина с зимними елями. Это рубль, чтобы доклеить до нужной суммы и дербент, герб города. Маленькая такая марочка, удобно ее клеить, она красивая и мало места занимает. Еще хотела показать вам книжку Виктора Дашкевича «Императорский див». Я очень хвалила первую книгу Виктора Дашкевича из серии «Колдун Российской империи», которая называется «Граф Аверин». Она мне очень понравилась, очень меня увлекла. И я сразу же заказала себе вторую книгу, но, к сожалению, она не так сильно мне понравилась. Я ее даже не стала дочитывать, дала ее подруге почитать. Она сказала, что тоже как-то немножко разочаровалась во всей этой истории, хотя тоже первая ей очень понравилась. Поэтому книгу я хочу продать на Авито. Знаю, что все-таки многим нравится тоже второй тон. Слышу, что люди третий будут ждать и покупать четвертый, когда выйдут продолжение этой серии. Я в последнее время увлекаюсь созданием мистери-боксов, таких сюрпризных коробок с книгами. Там я книги не раскрываю, и к ним добавляю маленькие какие-то аксессуары интересные, которые делают эту посылку занятной. Но в темную я продаю только те книги, которые я полюбила и купила их заново, чтобы кого-то еще тоже порадовать. То есть там мои любимые, отличные книги всегда. Если же книга мне не очень понравилась, но я знаю, что людям другим она может понравиться, я ее в открытую продаю, а к ней присоединяю мистери-бокс, ну что-то такое, какие-то таинственные дополнения. Вот сегодня решила раскрыть вам, какие дополнения у меня будут к императорскому диву. Это будет небольшой мистери-бокс. Во-первых, вот такая вот императорская корона. Мне нравится, что сейчас снова брошки модно использовать и как на пальто, на верхней одежде, так и на кофтах, пиджаках и где угодно. В общем, я сама люблю это носить и подумала, что такая вот императорская корона в подарок будет очень классно. Дальше здесь в конвертике, поскольку это фэнтези про колдунов, про колдовство, я подумала, что здесь уместно будет положить две карты Таро. Здесь есть персонаж, который превращается в кота, поэтому эти наклейки Таро с котиками очень уместны. Взяла карту император, чтобы императорской теме соответствовать. И это какой-то вот такой бодрый, шустрый персонаж, который с котиком Кузей должен ассоциироваться. А дальше, смотрите, Кузей умеет становиться гигантским котом. И мне очень понравилась вот эта открытка, зимняя, во-первых. А во-вторых, с гигантским котом фантастическим таким. По-моему, очень симпатично. Люблю эту открытку. В магазине Fine Cards купила ее онлайн. Ну и также у меня есть вот такая картинка с старинной гравюрой, посвященной Петербургу. Здесь тоже действие происходит в Петербурге отчасти, отчасти в столице Российской империи Омске, потому что в начале 20 века столица оказалась в Омске, а Петербург теперь провинция. Ну вот такую провинциальную старинную карточку решила вложить в этот мистери-бокс. Дальше ко всему такому раззолоченному и блестящему я решила положить золотой карандаш, чтобы делать пометки в книге или, может быть, подписать открытку, или в своем читательском демочке сделать какую-то запись. А еще я делала мистери-бокс по первой книге «Графа Верин». Она называлась «Кофе с графом». И там была кофейная чашечка с блюдцем от Коростеньского фарфорового завода, которого уже нет, то есть это винтажный фарфор. И у меня есть еще блюдце из этого же сервиза. Видите, тут Коростеньский фарфор. Это конец 90-х годов, судя по клейму. И это блюдце с золотой каемочкой. Его можно использовать, чтобы молочка котику налить. Вот так вот. Либо чтобы складывать свои украшения. Сюда кольца и брошки. Ну, такой просто маленький нюанс. Мне нравятся разные текстуры, фактуры. Здесь шершавая, здесь гладкая, блестящая. Здесь фарфор, здесь картон, бумага. Разные, в общем, маленькие впечатления, которые приятно просто по почте получить. И как-то с книгой соотнести разные сенсорные впечатления. Это мини-версия мистер-бокса. Обычно там больше всяких штучек, которые меня саму радуют. И которыми хочется обогатить опыт от чтения книги. Но я решила раскрыть такой маленький секретик, чтобы показать, как это бывает. Вот это мой план на сегодня. Завернуть все это и выставить на Авито. Вот написала такое письмецо. Вырвала бумагу, тонированную из специального блокнотика. Тут приделала марку с орлом имперским. Придумала, что вымышленная кузина живет в Омске. Ведь столица теперь в Омске. Пусть будет такая столичная кузина. Вот здесь вот в такой мешочек положила брошку. Здесь в бумагу тишью завернула блюдце наше. Это карандашик. Сейчас сургучом запечатаю письмо. И посылка будет готова. По поводу книжных боксов тоже хотела вам сказать. Я в последнее время много навертела новых коробочек. Я отошла немножко от всех этих затей с адвент-календарями, которые были в декабре. И своей давнишней идеей по другим разным поводам стала воплощать. В частности, сделала парочку коробок к китайскому Новому году. Пока они называются Китайский Новый год. Он у нас в этом году на 10 февраля приходится. Настоящий год дракона наступит вот только тогда, на 10 февраля. Пока они называются Китайский Новый год. Но когда срок пройдет, я их просто переназову как-нибудь в духе китайской поэзии. Потому что они на самом деле не привязаны обязательно к Новому году. Они просто такие очень поэтичные, церемонные, навевающие мысли о древней китайской культуре. Мне самой они очень понравились. Поэтому решила тут тоже про них сказать. Оставлю ссылки в описании к этому видео на те коробки, которые сейчас доступны. Там есть не только китайские коробки. Даже есть одна коробка, в которой внимательные зрители, несмотря на всю мистерию, которой окружены эти тайные боксы-сюрпризы, можно разгадать содержимое. По крайней мере, его часть. Ну и, конечно, я благодарю всех, кто покупает и повторно покупает мои мистерии-боксы. Про всех, кто пишет отзывы мне в личку или на авито. Потому что это очень ценно мне, очень важно. Для меня это, конечно, ну, такое, знаете, типа самоорганизующее, самоокупаемое хобби. Мы тут с подругой, когда делали адвент календарей, она перед мужем говорила, мы пошли заниматься бизнесом. Ну, я, конечно, понимаю, что где бизнес и где вот эта вот вся история с боксами. Я уже жду, когда у меня закончится эта волна, когда я реализую все свои идеи. У меня дома вот такой склад из коробок, из каких-то предметов, которые мне пришло в голову соединить с книгами и в боксы поместить. И я просто, честно говоря, уже так тихонечко так ожидаю, когда я все эти идеи реализую. Они прекратят меня терзать и в голове моей бурлить. И пока остановлюсь с этим делом, потому что оно, конечно, очень увлекательное, очень приятное. Я прям кайфую от того, как я составляю предметы и рифмую их между собой, с книжками еще, с какими-то дополнениями, как я пишу все эти письма от вымышленной сестрицы. Я получаю большое от этого удовольствие. Но оно занимает много моего времени. Но, опять же, наши хобби занимают много нашего времени. В общем, я не знаю, в таких я каких-то пока сомнениях нахожусь, в какой форуме дальше мне этим заниматься и стоит ли. Но я радуюсь тому, что есть сейчас. И очень благодарна тем, что вы эту статью поддерживаете, потому что она, конечно, существует только благодаря вашему интересу и вашей поддержке. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok 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 пропадала страничка 22 января вечер с попкорном поделюсь с вами еще одна штука которая смотрела в последнее время я уже упоминала что я начала смотреть настоящий детектив 4 сезон где дело происходит на аляске там главной роли следователя детективша которая расследует чудовищное странное убийство не убийство даже смерти пока будем говорить это джуди фостер а ее напарница или точнее такая врагиня подруга врагиня а я не знаю имя этой актрисы но это очень такая симпатичная яркая женщина из коренного народа аляске из эскимосов и очень интересно что такие типажи подбирают создатели этого сериала для того чтобы продолжать эту историю настоящего детектива и поскольку мозг мой привык уже получать большую порцию дофамина от сериала выложенного сразу целым сезоном а то и несколькими подряд я мучаюсь после каждой серии ну и пока еще двери видела испытываю такой голод и потребность снова еще дальше посмотреть что-то если после первой серии я начала пересматривать первый сезон настоящего детектива то после второй серии я стала искать и вспоминать и зимние другие зимние сериалы и я очень люблю fortitude по моему два или три сезона была хороший был такой сериал там тоже дело происходит в каком-то очень удаленном северном городке полярная ночь белые медведи странные убийства вечная мерзлота из которой что-то вытаивает мне этот сериал очень нравился там замечательный каст а сейчас я нашла сериал который называется trap типа в ловушке пойманной в ловушку пойманных капкан запертая про исландский городок в такой живописной гавани куда заходит огромный паром и там находят в этой гавани мертвое тело начинается расследование паром задерживается потом снегом все это заваленная такая стихия останавливать всякое движение оставляя полицейских которых всего три в этом небольшом городке в таком затруднительном положении когда они вынуждены необычное необычно жестокое запутанное остальное преступление расследовать малыми силами хорошее кино оказалось первый сезон я посмотрела с удовольствием также вспомнила про фарго есть сериал фарго и я начинала смотреть первый сезон но я его не очень люблю а что я люблю так это оригинальный фильм братьев коэнов фарго там не крайний север просто какой-то американский штат достаточно холодной сугробы снег вот это зимняя зимняя такая обстановка очень классное кино даже захотелось его со мной пересмотреть как и обещала скажу немного о книге которую я упоминал в самом начале этого видео это холодный город холли блэк книжку я начала читать просто потому что я дала себе и вам обещание в нее заглянуть но я не смогла оторваться и два дня подряд очень интенсивно ее читала пока не погрузилась в в эту тематическую неделю чтения который будет в следующем видео на книжной сестрица прочитала я две трети этого холодного города и с самого начала обнаружил что я очень довольна этим повествованием это с одной стороны фэнтези и даже наверное янка далт но она настолько настолько более разумно по-взрослому как-то качественно пишет даже такой легкий текст я пока не смогла сформулировать четко чем именно он отличается но я чуть-чуть почитала и поняла что меня удовлетворяет такого рода рассуждения взгляд на мир взгляд на персонажей мне не кажется там наивными какими-то или наигранными мне кажется все это очень адекватным предлагаемым обстоятельством главная героиня живет в мире похожим на наш в котором в какой-то момент вампирами из скрытой тайной фантазии или например скрывающегося чудовища в какой-то такой вот секты закрытой превратились в факт глобальной жизни потому что эпидемия от этого вампирская инфекция распространилась по всему миру и людям пришлось государство пришлось как-то иметь дело на что эти вампиры они тоже оставались вроде как гражданами отчасти некоторые инфицированные люди даже могли выжить если ты 80 дней переживешь жесточайшую ломку и требования человеческой крови не попробуешь эту кровь то инфекция из тебя выйдет и ты можешь дальше оставаться человеком в общем там интересны такие ходы в результате которых некоторые города где произошли эти эпидемии они стали закрытыми там по периметру стоят войска в город никого не пускают но внутри города и вампиры и люди которые там живут перемещаются свободно и здесь очень интересно holy black с одной стороны вроде бы фантастический мир занятный создает другой стороны она показывает как устроена индустрия на в нашей в нашем мире как устроена в эти капиталистические все механизмы медийные механизмы потому что вампиры становятся хитом они становятся селебрити далеко не все мечтают стать вампирами но есть люди которые прямо поджаждут чтобы их обратили а это не так то просто там есть определенное ограничение вампиры предпочитает питаться из трубочки от людей доноров которые сами им предлагаются в общем короче интересно как люди уживаются с вот этой новой реальностью главная героиня вовсе не жаждет стать вампиром не романтизирует этот вампиризм но и приходится ехать в этот холодный город здесь все мотивы и сумерек и вообще вся эта тема с романтизацией вампиров и замечательный был такой сериал трублад я его очень любила он здесь тоже ну не то чтобы обыгрываться с похожие мотивы вот если вот трублад смотрели помните и любили здесь может вам тоже понравится мир который холи блэк создает в общем я прониклась доверием и симпатии к холи блэк когда читала недавно ее книгу ночи там она говорила что я давно хотела сделать книгу для взрослых типа книга ночи это для взрослых а все что она раньше писала это ну какое-то для юношества я немножко опасалась из-за этого читать холодный город потому что думал что наверно вот это и есть то что называет не для взрослых и так далее но она оказалась вот вообще не ерундой а с учетом жанра такой прикольных качественной вещью поэтому я обязательно это дочитаю ближайшее время сейчас у меня закончился этот запой тематический о котором я так-то инственно упоминаю уже не первый раз и хочу вернуться как раз к холи блэк в общем очень-очень довольна этим чтением на этом закончу наконец свою неделю чтения со стариной бадди в своем телеграме буду продолжать время от времени странички открывать если в течение этого года я буду снимать какие-то недели чтения на книжной сестрице обычно я влоги выкладываю на оставайтесь в креслах это такая вот редкость получается мне кажется раза три-четыре в год не больше а я всегда буду доставать этот наш календарь смотреть какие там подсказки вдохновения и с вами буду делиться в своем телеграме который тоже называется оставайтесь в креслах я буду время от времени тоже интересные странички показа так что подписывайтесь и встретимся с вами в новых видео спасибо что провели время со мной приятного вам вечера и пока